Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сработала наша система обработок от заболевания винограда. Поговорим, почему она, либо какая-то другая система могли не сработать, что делать в таком случае, ну и какие факторы на все это влияют. Итак, для начала, что мы делали? В этом сезоне мы провели 4 обработки от аэдиума и 3 обработки от мельдио. Какие препараты мы использовали? Вначале мы использовали от аэдиума топсин М, потом заменили его на топаз. От мельдио мы использовали препарат Орвега. Значит, по срокам первая обработка от аэдиума, впрочем, топсин еще и от гнили работает. Мы провели ее перед цветением. Затем, как только виноград отцвел, мы уже стали смешивать два препарата от мельдио и от аэдиума. И обработки уже вот баковой смесью, смесью препаратов были с интервалом примерно 14 дней. Где-то там получилось 11, где-то получилось 15. Ну, все зависит от погоды. Значит, последняя обработка была проведена почти 3 недели назад. При этом сейчас у нас была такая очень влажная погода, очень сырая, шло много дождей, были туманы. И вот смотрим, как выглядит наш виноградник, как он себя чувствует. Если говорить в общих чертах, то, конечно, наш виноградник чистый. Показывать все кусты не имеет никакого смысла, потому что это будет долго и бесполезно. Я показываю самые чувствительные к заболеваниям. Вот сейчас это кусты зенгиреба. У него может встречаться как аэдиум на ягоде, так и мельдио по листу. И в прошлые годы где-то на верхушках попадался. Сейчас, в этом сезоне, лист идеально чистый. Причем, смотрите, еще как часто бывает, что старые листья, даже у чувствительных сортов, они сильно не болеют. Подхватывают верхушки молодой прирост, который там листик тоненький, меньше защищен. Ну, вот показываю и верхушки, чистое здесь все. Также смотрим ягоду. Иногда может садиться аэдиум, но здесь тоже все чисто. И смотрите, ягода начинает уже потихонечку размягчаться, розоветь уже на такую ягоду. Аэдиум садиться не будет и на вызревшие части, аэдиум садиться не будет, только на зеленые. Это у нас кишмиш лучистый, тоже он может подхватывать мельдио. Сразу показываю молодые верхушки, молодой прирост. И тоже здесь все чистенько. Это у нас аркадий, тоже смотрим ягоды. Еще ягода довольно твердая, смотрим. И есть единичные следы аэдиума. Ну, смотрите, сразу следует оговориться. Первое, аркадия все-таки аэдиума подвержена. Второе место. Смотрите, оно очень слабо проветривается. Здесь расстояние до стены очень маленькое. И это, конечно же, способствует развитию заболевания. Тем не менее, одна ягода на гроздь, но это статистическая погрешность. Это ни о чем. И поэтому специально показываю на аркадии, что если она вот в таком состоянии, это значит, что все сработало. Единственное, что, конечно, даже вот можно увидеть белые следы на листьях на всякий случай. Мы еще прошлись где-то неделю назад дополнительно по фокалии росам. Это препарат серый, ну, чтобы уже совсем закрепить эффект. Тем более, что погода как раз-таки стояла благоприятная к аэдиуму. Потом мы чуть-чуть этот эффект закрепили. Но, тем не менее, видите, состояние ягоды. Трю, одна ягода на гроздь. Ну, это вообще ни о чем. Здесь у нас растут рядышком Юпитер и нет уран. Хватают мельдию и тот, и другой. Ну, в данном случае все чистенько. А вот здесь, смотрите, обнаружен лист. Вот, где мельдию пыталась сесть вот снаружи пятнышки, да, переворачиваем лист. Видно, что оно подожжено. То есть мы его остановили вовремя нашими обработками. И смотрим полностью этот куст. Здесь все чисто, в том числе и на молодом приросте. И на этом участке показывают только один куст памяти Домковской. Потому что про него тоже ходят слухи, да, что он болезненный, что он хватает мельдию. Вот, смотрите, вот там и молодой прирост. Вот, и вот здесь все абсолютно чисто. При том, что первый год, когда мы ее посадили, она практически отмелью сгорела. А уже на следующий год, в прошлый, несмотря на то, что мы очень сильно опоздали с обработками, такое впечатление, что растение приобрело иммунитет, потому что, несмотря на нашу сильную задержку, и погоды, которые, скажем так, благоприятствовали развитию мельдию, она была чистенькая. Ну, вот сейчас вот реальный результат. Как бы все чисто, все хорошо, все здорово. То есть мы считаем, что в этом году наша система обработок сработала просто на отлично. Тот мелкий аэдиум, который я вам показала на дачном участке, ну, там, факторы, которые ему очень, скажем так, способствовали. И вот эта там одна ягода нагрозена на уровне статистической погрешности. Смотрите, что мы должны понимать вообще, что ни один препарат, ни одна схема обработок не дает защиту на 100%. Это написано во всех исследованиях, то есть это абсолютно неоспоримый факт. Поэтому один листик мельдиум, там, чуть-чуть где-то выскочила аэдиум, ну, все, это нормально, да, такое может быть. И это не значит, что система не сработала. Система сработала, но не на 100%. Нет 100% защиты, к сожалению. И надо понимать, что кроме наших обработок есть еще огромнейшее количество факторов, которые влияют на эффективность. Это и то, как мы кусты кормили. Если куст получает нужное питание, если он нормально нагружен, если он хорошо проветривается, то шансов заболеть у него меньше. Если он перегружен, если он плохо питается, если у него недостаток питательных веществ, плохое проветривание, загущение, плюс еще погода, да, когда дожди льют бесконечно. Ну, понимаете, эти все факторы, они способствуют развитию заболеваний. И та система защиты, которую мы предпринимаем, да, она может не сработать. Но все равно, если бы мы ничего не делали, было бы гораздо хуже. И еще такой интересный момент. Уже как-то в одном из чатов мне человек написал, что, ой, вот ваша система, ваша схема, она не работает. Пойду свитчем обработаю. Подождите, так свитчи от гнили. Я в основном, да, во всех видео говорю, что мы работаем по мильзе и по аидиуму. По гнилям вы работаете по ситуации. Если у вас были гнили на винограднике, если вы понимаете, что у вас это проблема, да, то вы по этим гнилям работаете. Мы в открытом грунте, с гнилями у нас особых проблем не было никогда. Гнили это больше вот теплица. И то они появляются не сразу, появляются где-то лет через 5-6, да, это становится проблемой и надо обрабатывать. То есть, да, мы в начале сезона, как я уже сказала, топсином прошли два раза, два, как бы, чтобы немножко и от тех же гнили уберечься, потому что в прошлом сезоне, ну, такая осень была очень мокрая, очень дождливая. Больше, как бы, мы не работали. Но я всегда вам говорю о том, что если у вас были гнили, если вы их боитесь, то надо включать еще и препарат от гнили. Ну, вот топсин там два, две обработки, надо еще что-то третье добавлять. Просто имейте это в виду. Это не наша схема сработала, вы должны четко понимать, против чего, против каких болезней вы работаете. И свитч, да, это гнили. То, о чем мы с вами говорили, это мильдио, это аидиум. Еще касательно гнили, вы должны понимать, что чем бы вы не обрабатывали, как бы вы не обрабатывали, опять же, теплица, если это плохое проветривание, если это загущение, если это повышенная влажность, если это, ну, такие низковатые температуры, гнили могут все равно быть. Да, они в таком масштабе, но они могут быть. Если у нас ягода потрещала, если на нее пришла оса, пришли птицы, все это поклевали, повредили, то гнили тоже могут быть, как бы мы от них не защищались. Да, они могут быть в меньшем масштабе, не так сильно развиваться, но они все равно могут быть, потому что есть, ну, как бы такой большой, открытый источник инфекции, да, есть, грубо говоря, ранки на ягодах, через которые инфекция проникает. Дальше, что делать, если что-то не сработало? У нас уже вот красится ягода, размягчается ягода. Мы понимаем, что скоро нам снимать урожай, тем не менее, мы обнаружим на наших растениях признаки заболевания. Что делать? Первое, смотреть, насколько это масштабно. Если там одна ягодка в аидиуме, ничего страшного, возьмите ее, отрежьте, выкиньте, и все нормально. Кроме того, смотрите, когда ягода уже начинает краситься, и размягчаться, аидиум на нее уже не садится. Аидиум садится на зеленой части растения. Точно так же и с лозой. Аидиум садится на зеленую лозу. Если начались процессы вызревания, все, мы спим спокойно. Был там где-то маленький след, но ничего страшного. Кроме того, если мы нашли признаки аидиума и понимаем, что мы хотим как-то с ним побороться, то на помощь нам приходят препараты серы. Четыре дня до сбора урожая. Всего лишь. Поэтому смело можно обработать, для нас самый простой, самый удобный препарат, это ПФК Лерас. Он удобно разводится, он очень бюджетный, дозировка от 40 до 60 грамм на 10 литров. При этом надо понимать, что если погода холодная, если там стоит 15 градусов, то он не сработает. ПФК Лерас работает от 20. Если вот стоит жаркая погода, дозировку делайте меньше, делайте 40, потому что может пожечь лист. Сера работает за счет испарений. За четыре дня можно обрабатывать. Значит, если у нас выскочила мельдзю, опять же, если это единичные какие-то листочки на верхушках, взяли их, обрезали, все, ничего делать не надо. Как правило, в это время у нас, если мы проводили профилактические обработки, мы нормальных проводили, то уже на старый жесткий лист болезни не садятся. Они садятся на молодой прирост. Мы его просто убираем и все. Убираем, грубо говоря, источники инфекции. Если все-таки, ну, так случилось, да, по какой-то причине, что у вас вот прям вспышка, что можно сделать тогда? По мельдзю замечательно работает термофильный чай. Я это рассказываю во всех видео. Я сама в этом убеждалась не раз. Эффект виден через 2-2,5 часа. Что такое термофильный чай, как его приготовить, ссылку на ролик я вам оставлю в описании. Но у него есть два существенных недостатка. Первое – это время приготовления. Это не так, что вот мы сейчас взяли, замешали, да, и у нас все будет. Нет. Понадобится несколько дней, пока все это приготовится, и если идут дожди, то все-таки после, ну, желательно каждого дождя, но если у нас дожди каждый день, то понятно, что после каждого дождя мы обработать не сможем. Хотя бы там с интервалом дней в 5-7 надо будет это сделать. Но если у нас висит урожай, если зреет урожай, то, конечно, это средство абсолютно безопасное, да, его можно использовать. Если мы не хотим его готовить, у нас нет времени и так далее, ну, а листьев много, пораженных, да, что делать? Обрабатываем препаратами меди. Смотрите, у меди, ну, сроки выхода, да, сроки до сбора урожая большие, там, порядка 60 дней, ну, это потому что такая схема обработок. И, понимаете, медь – препарат контактный, он внутрь не проникает. Соответственно, если медь попала на ягоду, что нам мешает потом, когда мы срезали гроздь, ее оплоснуть? Правда, ничего. Кроме того, мельдия все равно насадится не на нижние листья, а на верхние, поэтому мы работаем по верхним листьям, мы их обрабатываем на ягоду, ничего не попадает, и смело можно, как бы, эту ягоду потом кушать. Ну, если вот прямо очень опасаете, взяли, ополоснули, ничего страшного в этом нет, медь тоже останавливает. Все остальное, смотрите, препараты, большинство препаратов, системных, которые проникают внутрь, они профилактические. И когда заболевание уже вылазит, да, то там или надо очень большие дозировки, чтобы сработало, или, ну, может не сработать. Либо, например, оно срабатывает в течение буквально там пару дней от заражения, а когда у нас уже горит лист, ну, все, это не работает. Поэтому применять их нецелесообразно, а вот такие медь от мельдиусера, от аидиума, вот это может сработать. Ну, и, конечно, тоже, смотрите, увидели, да, чуть-чуть там где-то вылезло, листик убрали, смотрим, если у нас есть возможность еще каким-то препаратом обработать до сбора урожая, есть препараты, у которых 10 дней до сбора, вот, кстати, я не помню, но, по-моему, тот же Орвега 10 дней, у строби, если я не ошибаюсь, там тоже то ли 10, то ли 14 дней, то сроки небольшие, поэтому можно сработать этими препаратами, но еще один момент, вот я сейчас заикнулась про строби, да, если мы до этого работали теми же препаратами типа строби, либо каким-то другим из класса стробулинов, то уже нам надо препарат поменять, вот мы отработали схему, да, три раза, к примеру, видим, что не работает, класс веществ надо менять, но это тема другого разговора, отдельного, наверное, уже в следующем сезоне будем опять разговаривать про классы веществ, про схемы обработок, хотя в этом сезоне, когда я рассказывала про препараты, эту тему мы затрагивали, кому интересно, ту же ссылку на ролик оставлю, и еще один такой важный момент, смотрите, если вдруг растение заболевает очень-очень сильно, то ваш приоритет должен быть на то, чтобы куст выжил, ну, он выживет, просто на то, чтобы его максимально сохранить и на то, чтобы у него максимально вызрела лоза, он максимально, насколько это возможно, здорово ушел на зиму, чем на сохранение урожая, то есть вот это имейте в виду, это важнее, ну, подводя итог, то есть наша схема у нас сработала, мы вообще очень довольны, несмотря на сезон, несмотря на то, что вот дожди так много лилии, туманы были, очень холодные ночи были, какую-то ночь вот на прошлой неделе, ну, точнее даже не ночью, под утро на дачу было всего лишь 4 градуса тепла, с утра такие обильные холодные росы, тем не менее, пока что все хорошо, но, опять же, мы прекрасно понимаем, что вот сегодня оно хорошо, завтра какая-то мелочь может вылезти, и уже в зависимости от того, вылезет она или не вылезет, мы будем предпринимать, либо не предпринимать какие-то меры, повторю еще раз, что на 100% не работает ни один препарат, если он сработал на 100%, значит так сложились условия, ну, и факторы, которые влияют на эффективность наших обработок, тоже мы с вами оговорили, это тоже все надо иметь в виду, что это комплекс, не только мы попрыскали, все, можем ручки сложить, нет, ну, и как я уже сказала, если какие-то болезни сейчас вылезут, что-то появится, действовать надо в зависимости от ситуации, в зависимости от масштаба поражения, алгоритм действий я вам написала, надеюсь, ролик был вам полезен, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные ролики, ссылка на каталог, наших сортов винограда и наши контакты, и до новых встреч!